Привет, это Рафт и мой необитаемый остров. Дело в том, что в прошлой серии мы прибились с нашим плотом к островку, и теперь отсюда уплыть я не могу, потому что весла у меня нет, но зато огромное количество акулевого мяса, которое я тоже не могу пожарить, потому что нет дерева, причем у меня засада. Нет дерева, чтобы сделать веслу, нет дерева, чтобы пожарить рыбу, и нет дерева, чтобы уплыть отсюда, собственно. Вот, но дерево-то как бы есть, вон оно. Но срубить я его тоже не могу, потому что не могу сделать топор. О, там манго. Ничего себе, манго надо забрать. А, я не могу забрать манго, пока не срублю дерево, черт подери. Ладно, поскольку акулу я бахнул в прошлой серии, и зажарю ее мясо в ближайшее время, пора бы нам покупаться. А, черт подери, походу новая акула появилась. Где? Кто? Не вижу. Жеваные ваши акулепасти. Блин, я даже не смогу доплыть деревяшек пособирать. Что за абзац? Так, я понял, я понял. Походу у меня есть только один выход. Мне нужно разобрать. Как разобрать плод? Че, я не могу молотком разобрать плод? Это как-то очень плохо. Я еще хавать хочу, у меня есть. Давай на нас захаваем. Выхода нет. Придется плыть и собирать доски. Я, конечно, не уверен, что они сами до меня доплывут. А вот и акула. Ну давай, опа, по столиночке. Блин, она кусает-то больновато. Вот досочка, вот досочка. Отлично, сейчас я ее схвачу. Где еще акула? Вон она, нет, это чайка летит. Еще досочка. Надеюсь, я вернусь домой. Надеюсь, я вернусь домой. Что-то у меня со здоровьем вообще плохо. Давай под воду. Под воду, где акула? Акула вон там, кажется, была. Да, нет? Черт, я ее не вижу. Где акула? Акула, где ты? Вон она. Вон она. Надеюсь, я выживу. Надеюсь, я выживу. Если я прыгну под водой, из-под воды выпрыгну, мне это поможет спастись? Нет, черт подери, я сдох. Так и не хочется терять свой инвентарь. Ну что поделать? Придется, придется им пожертвовать. Рыба осталась. Хоть один кусочек рыбы остался. Правда, я очень много всего просрал, в том числе и доски. Ай, что, придется еще разок плыть туда. Мне даже отбиваться нечем. Твою ж мать, еще раз сдох. В этот раз я вообще все просрал. Ну что ж, мы снова в море. Я снова на плоту. Но мне пришлось начать все сначала, потому что там я загубил свой плод и свою игру. Так что теперь мой плод выглядит вот так вот. 100 квадратных метров роскошного пространства. Я здесь могу построить что захочу. Но я понял сейчас, что я этого не хочу. Я хочу здесь сделать кое-что другое. У меня другие идеи появились, поэтому мне придется это разобрать. Так что, как бы печально это ни было, придется сейчас это все нафиг раскуролесить. Помочь акуле раздербанить мой плод. И построить здесь. Вот я сеток уже надел. Огромное количество сеток я надел. Я хочу, короче, смотри еще. Обратил внимание, что когда остается там буквально два фундамента или один. Я не знаю, сколько тут можно оставить. О, пить хочу, пить, хочу, пить, хочу. У меня здесь есть пресс на водичке, слава богу. То акула, когда остается два фундамента, их не ест. Видимо, это закон игры. Либо мне так повезло. Я решил оставить здесь два фундамента, поставить лестницу и строиться на втором этаже. И посмотреть, как далеко я на этом уплеву. Ну и снизу, соответственно, поставить кучу сеток. Понятно, что сетки будет акула есть. Но хочу поэкспериментировать. Поэкспериментировать. А сетки мне нужны в большом количестве. Сам ты понимаешь. Это будет на первом этаже огромная длиннющая станция-ловушка, которая будет все это ловить. Ой, кажется, дождь начинается. Там классный такой остров. В общем, ладно. Разбираем все это дело. Субтитры сделал DimaTorzok О, дельфины! Дельфины приплыли! Крутяк! Вот это красота! Здорово, дельфинчики! Я тут со всеми переплавал. Со скатом уже, и с черепахой, и с дельфинчиками. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, жопу кусает. А где мой плод? А где мой плод? Куда плод делся? Черт подери. Да, я еще, кстати, и котейку выловил. И знаешь, что я понял? Спустя столько времени ломания своего плота. Я его так долго строил, и так долго ломал, и столько инструментов извел. Я забыл. Я совсем забыл. Вот же у меня с памятью склерозник. Я сраный, что нельзя построить второй этаж, если у тебя снизу нет опоры. То есть, вот это вот, вот так вот должно все делаться. А тут ты навряд ли что построишь. Это тебе не Майнкрафт, екарный. А ты, походу, всю серию сидел, смотрел, как я все это ломал и ржал надо мной, что я не смогу построить второй этаж. О, боги. Ну, капец. Ладно, на самом деле, ничего страшного. Главное, что все, все опилки, деревяшечки. У меня в инвентаре, правда, в меньшем количестве, что и было изначально. Поэтому надо бы отстроиться, чтобы акула не откусила, например, мою кровать, мой сундучок, гриль. Ну, учитывая ситуацию, надо вообще пожрать сейчас, приготовить себе. Второй этаж я все-таки хочу себе построить. Вот здесь у меня будет подъем на второй этаж. Ой-ой-ой, жрать хочется. У меня приготовилось? О, слава богу. Со стороны лестницы мы тоже добавим фундамент, чтобы акула случайно не сгрызла саму лестницу. И будем строить второй этаж тогда. Ух ты, нифига себе. Нифига себе. Я, кажется, здесь видел кита. По крайней мере, его хвост. В общем, вот такая конструкшн у меня появилась. На втором этаже забегаешься, поднимаешься. Не стал его расширять, потому что меня бесят снизу балки, которые будут посередине тут стоять. Лучше пусть тут будет пусто, а второй этаж будет вот такой вот маленький. Значит, дальнейший мой план, когда я напил пузо едой и водой. Вот это все барахло мое нажитое. Непосильным трудом надо перенести на второй этаж. Места, конечно, маловато, но что поделать в тесноте, да не в обиде, как говорится. Кроватка у меня будет здесь. О, кстати, можно же кровать вот... А, нет, так не получится разместить. О, черт. Ладно, придется тогда так. Чтобы на ней не ходить... Точнее, не ходить своими грязными ногами, я прям вот ее с края вот так вот размещу. О, по-моему, огонь. Я даже лайк себе поставил. Теперь вот это все барахло можно перенести? С остальным барахлом? Нет, с остальным барахлом не... О, это будет вообще геморрой сейчас. Вот это барахло вот сюда. Смотри, сколько места для ящика моего появилось, когда я стеснил кроватку. Прям в Тетрис с детства переиграл. Я-мое. Ящик тоже вот так вот с краю поставим. Во. Все остальное барахло отсюда тащим. Я, кстати, пока себе кормежку тут вылавливал. Сапог еще... А, сапог. Кеды чьи-то нашел. Не знаю, чей кеды. Пускай будут вот здесь вот. Я потом цветочек в них посажу какой-нибудь. Вот так вот. Кладезь знаний тоже переезжает на второй этаж. Опреснитель. Заливаем воду, переносим. Ему место самое вот здесь вот. Гриль. Рыбку мне нагрелил. Тоже переносим на второй этаж. Вот, отлично. Ну и, в принципе, все. О, бочка, стой. И, конечно же, еще вот мяукающую вот эту штуку. Хотя в ее случае она не мяукает, а просто машет лапкой. Ну, давай маши туда, в ту сторону. Значит, вот это вот все. Я теперь могу разобраться спокойной душой. И сейчас буду реализовывать второй план действия. Как я и хотел изначально. Внизу у меня будут ловушки для мусора. Ну вот. Компактненький плод. Просто шикарно. Мне этого будет выше крыши хватать. А я, кстати, пожрать должен. Пожрем, попьем. Околы там пока ничего вроде. Единственное, напрягает вниз бегать за водой, конечно. А так, в целом, неплохо. Ладно, переходим ко второму этапу. Ловушечки. Значит, как бы я бы сделал. Я бы, конечно же, еще вот тут вот все это нафиг убрал. Вот так вот. Если я, конечно, вот тут вот сломаю это. Все нафиг обрушится. Нормально, пойдет. Пойдет, пойдет, пойдет. И вот так вот еще. О, отлично. Значит, посередине ловушечки. Вот они вот так вот. А, ты не в ту сторону-то поставил. Хотя, может, и так надо было поставить. А что ловушки? А ее можно убрать. И заново поставить. Вот так вот я хотел. Мы же правильно? В том направлении. Значит, да, ловушка. Сетка стоит так. Вот. Ну и... Дальше никак. Ей-мое. Я-то думал чисто ловушками вот так вот выстроить туда вдаль и в другую сторону. Но они... О-о-о. Блин, у меня, походу, лопаты нет, чтобы грести. И якоря тоже нет. Ну, на весло, в принципе, мне бы хватило. Черт, я весло сделал. Но я не знаю, доплываю я туда или нет. Я хочу на тот остров. Давай на тот остров. Как же бы повезло, что я лопату смог сделать. Чудесно. О, остров-то здорово. О, там еще и птица летает. Блин, а птица-то опасная. Она будет меня бомбить сейчас. Якорь мне нужен. Вот он. Разовый якорь. Верев... О-о-о. Камни у меня не хватает. Да и по веревкам у меня тухло все. Ладно. Мне придется забыть про этот остров. Учитывая, что течение нас несет в противоположную сторону. Если я высажусь на этом острове, то плот уплывет без меня. А он для меня очень дорог. Теперь уже очень дорог. Ладно. Будем, значит, ловушки делать. Смотри-ка. Вот такой фундамент стоит два дерева и два пластика. А такой треугольный по одному. Интересно, я смогу? А вот тут вот смогу? Нет, а дальше я не смогу. Я не смогу продолжить строительство. Хотя сейчас я попробую. Я попробую. Конечно же я попробую. Вот. Я сюда ставлю вот эту штуку. И дальше. А. Не, не получится. Не получится. Хотя, знаешь, какая у меня гениальная идея есть? У меня реально гениальная идея есть. Вот это вот я разбираю. И я сейчас стрелку сделаю. Реально стрелку сделаю. Ва. Вот это я гений. Так. Сюда. И вот стрела получается. Ва. Хороший план. О, жрать хочу. Есть что пожрать? Есть вот такая рыбина, но сырой лосось не залезет в мой гриль. Придется что-нибудь поймать. Есть. Есть маленькая. Ах. У меня же нет подъемника наверх. Так. Это мне не поможет вообще никак. Придется сделать обычную лесенку. Вот такую. Лесенка у нас будет с этой стороны. Вот так вот поднимаешься. И главное не перелететь нафиг. И рыба отправляется на готовку. И дерево, конечно же. Конечно же дерево. Ну а учитывая обстоятельства, что у меня теперь вот такая лесенка, тут можно закрыть дырку. И получается огромное количество места. Ё-моё. Можно еще и тут, конечно, дырку закрыть. Но. Хе. Как я буду спускаться в... А тут. Блин. Точно. Я здесь закрою, а лесенку где-то здесь лупану. Сейчас попробую. Сейчас попробую. Так. А подожди. А если не получится? У меня там рыба жарится. Черт. Походу не получается. А гвоздей нету. Ладно, пока прорублю здесь дырку. Гвоздей наловлю. Намучу. Блин, пожрать надо бы побыстрее. И я не сдохну с голоду сегодня. И это хорошая новость. Ночь уже на дворе. Но спать ложиться я не буду. Иначе я с утра проснусь очень голодный и злой. Поэтому ночью я буду пахать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ну, учитывая, что вначале я глупо и очень сильно тупил, то сейчас я могу себя похвалить. Моя ловушечная стрела. Да, вот это я понимаю. Сейчас еще видок сверху тебе покажу. Короче, я сэкономил вот на таком строительстве огромное количество материалов. И дерева, и пластика. У меня еще и осталось в кармане огромная куча. Я, конечно же, хочу это все расширить еще побольше, чтобы охват сделать просто огроменным. И получается у меня вот эта вот штука, моя ловушка, она как клешня просто залавливает весь мусор. Ну, это, естественно, если я плыву по пути. И материалы у меня здесь теперь просто загребись. Естественно, все это нужно как-то защищать от акулы. И первое, что мне на ум приходит, это нужно все это заметаллировать. Ну, то есть усилить каркас металлом. Возвращаясь к идее с лестницей. Значит, здесь я ее убираю. А, блин, у меня же гвоздей не хватало. Ну, материала теперь много. Отцепить от моего плота мечту. Ух, блин, фигово. У меня копье сломалось. Изготавливаем новое. У меня, на самом деле, по инструменту вообще все сломалось почти. Итак, что у нас в этой коробке? Мне нужен хлам. В больших количествах нужен хлам, чтобы сделать гвозди. О, паньки. Вот в этот раз я до него доплыву. Задний ход. Надеюсь, весло выдержит. Если не выдержит, то это будет фиаско. Может, как раз-таки я там и найду гвоздики. Вполне реально. Так, а может, мне материалов хватит на парус? А то я заколебусь так, грипсти. Где мой парус? Парус, парус. Вот он, парус. Нет, хлама нет. Боюсь, что все-таки весло покинет меня быстрее, чем я догребу до этого ущербного плота. Блин, ну чуть-чуть. Ну чуть-чуть, походу, у меня сейчас весло ломается. И я прыгаю в воду. Плыву туда и обратно, если смогу доплыть до своего плота. Если меня, конечно, не сожрет акула. Все, она сломалась, я поплыл. Плыву быстрее, быстрее, быстрее. Акула, главное, жопу мне не откуси. Главное. Убы здоровья, в принципе, фулл хп. Так что нормально. Акулы не видно, это хорошо. Плот отдаляется от меня. Это плохо. Все, забрали, быстрее обратно. Металл и шарнир. Он, в принципе, неплохо. Железо пойдет. Но там не было того, что мне очень нужно сейчас. Это гвозди и хлам. Кстати, как ни странно, акула меня еще даже ни разу не цапнула. Потому что... А, блин! Вспомни о говне, да она сразу всплывет. Еще два укуса, и я окочурюсь. Но я уже близко к своему плоту. Ау! Последние укусы мне хана. Интересно, доплыву я или нет? Доплыву я или нет? Давай, давай, давай. Жопа моя должна выдержать эту нагрузку. О, да! Фух! Но она была близко, очень близко. Она уже занюхивала мои пяточки. Да! Я справился. Так, может быть, здесь? Может, что-нибудь? Камень. Да, е-мое! Хламины мне нужны. Хламины. Так, значит, моя сейчас первая очередь... О, там еще. Прямо на него плывем. Вот это... Да что ж ты будешь делать-то? Надо похавать, короче, восстановить здоровье. А, так я же лесенку... Я лестницу убрал, а наверх-то как ты? Как ты? Картошку сырую хавать будем. Ну и вода пресная у меня где-то дала. Налить жидкость. Это не пресная вода. Выливаем ее. Блин. Это не круто. Может, у меня здесь бочки где есть? А что-то у меня там акула жрет. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Э-э-э-э-э-э. Блин! Вместе с ловушкой откусила. Вот в чем минус вот этих треугольных штук. Если они откусываются, то ловушка тоже пропадает. Это очень плохо. Это очень прям как плохо. А я пить хочу. А я хочу пить. Пить, пить, пить. А наверх никак не забраться. Дай хламу, а. Братишка-бочонок. Дай хламу. Мне хлам. Да! Это мой спасительный бочонок. Есть. Все, по гвоздям все есть. Сейчас я наверх поднимусь. Давай здесь, короче, лесенку построим. Развернем ее. Вот. И быстро поднимаемся наверх. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-нифига себе. Акула меня заживала. Да что ж такое-то? Выбрался. Фух. Так. Вода пресная заливается сюда. Точнее, не пресная. А это я зажевываю. А мы уже знатненько так подплываем к этой штуке. И у нее только на втором ярусе ящик. Она сейчас должна удариться об мой плод и начать тонуть. Вроде бы как это так работало раньше. Она разворачивает мой плод. Ты офигела. Блин, здоровье. Ты посмотри на мое здоровье уже. Я сейчас чуть не сдох. Ой-ой-ой-ой. Сейчас акула у меня куснет. И мне хана. Да что ж ты будешь делать-то? Запрыгивай хотя бы на этот плод. Так, он начинает тонуть. Я сюда. Сейчас я подниму вон ту штуку. Давай. Доски возьму. Есть. Ящик схватил. О, там посылка есть какая-то. Это шикарно. Ну, вроде нас пронесло. Значит, надо здесь еще один треугольник достроить. И сетку-ловушку восстановить. Благо гвозди... Пальмовые листики сейчас будут. Все. И ловушку сюда вернуть. Вот. Все как было. Давайте посмотрим, что там за посылочка такая. Кажется, там стул. Вы научились стопке бумаг? Нафига мне стопка бумаг? Грубая, твердая и скучная бумага. Ладненько. Настало время, значит, придать уюду моему вот этому всему барахлу. Пойду вниз быстренько. Вот это... Вот это вот мне, конечно, не нравится, что ты вниз идешь и сразу падаешь в воду. А как бы, если не очень хочется мочить ножки, здесь я все собрал. Материал просто огроменная куча. Это очень здорово. Можно забыть про материалы теперь. Что, по инвентарю? Просто бежишь вот так вот и собираешь. Мы, кстати, поменяли направление. Смотри, мы как плывем. Весь мусор теперь идет сбоку. Блин. Мне, походу, надо стрелу еще и в другую сторону сделать. Вот так-таре-таре-таре. Ладно, я подумаю над этим предложением, но сперва мне нужно вот эту дырку теперь заколотить. Вот она мешается мне здесь. Я вечно в нее проваливаюсь. Значит так, я остановился на чем? Уют. Конечно же, уют. Вот у меня будет стульчик. Я буду здесь вот так вот сидеть и смотреть. Вот. Вот так вот сидеть и смотреть. Любоваться видами, красотами. Все шикарно. И, конечно же, мне теперь еще нужен парус. Без него прям никак. Но нужен хлам. О, отлично. Бочка и коробка. Уверен, что там мы найдем хлам. На самом деле, мне бы пару часов очень пригодился, потому что мы проплываем мимо огроменного острова. И я надеюсь, что здесь, в этом ящике, будет сейчас хлам. Прям молюсь об этом. Армейский какой-то. Что-то не хватило мне местечка, походу. Там доски, посылка какая-то. Посылку не взял, да? Стой, я за посылкой все-таки. Коробка, коробка. Вот она, коробка. Кажется, это она. Пальмовый лист, нет это. Ух ты, е-мое. Посылка. Вот она. Давай посмотрим, что в посылке. Вы изучили картину. О, хлам. Да, в этой бойчике был хлам. Значит, я может успею еще на этот... А что-то это какой-то маленький... Или я вокруг него плаваю. Так, я понял. Я, кажется, вокруг него плаваю. Значит, времени ждет. Нужен парус. Е-е-е. Теперь у нас есть парус. И я могу плыть вон туда. Ништяк. Теперь мы плаваем туда, куда хотим. И это очень здорово. Ну и, конечно же, нам нужен разовый... Хотя бы разовый якорь. И он у нас есть. Отлично. Поставлю его здесь. Кажется, так нормально. О, а что-то там такое светящееся, красивое. Прям вау-вау-вау. Да там, походу, вечериночка. Давай-ка туда зарулим. Может, затосим. Все, сбрасываем якорь. Вот сюда. Так. Отличненько. И вот у нас, собственно, и помостик есть. Это очень здорово. Вот я здесь наберу ресурсов. Но первым делом я хочу, конечно же, вон туда в домик забежать. Там прям очень красиво. Спутниковая антенна есть. Вау. Музло. Кассовый аппарат. Сейл. О, да тут можно торговать, прикинь. Рецепты покупать. Шкафчики, компасы. Ага. Ааа. Вот это я и говорил, что тут, короче, этот коршун, он меня будет сейчас атаковать. Пока что я пойду домой. Посплю. А следующим утром буду решать, как бороться с этим коршуном. И побороться ли вообще с ним. Может, избегать его. Как-то. И по-тихому собирать ресурсы с острова. Но это будет уже в следующей серии. В общем, если тебе понравилось, и ты хочешь увидеть продолжение, ты знаешь, что делать. Поставить лайк и подписаться. Ну и увидимся с тобой в следующей серии. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.